Если бы месячника оборона массовой и спортивной работы не существовало, его необходимо было придумать. Ведь это как раз то мероприятие, вернее комплекс состязаний, экскурсий, конкурсов, которые помогают подрастающему поколению лучше узнавать героические и трагические страницы истории Родины. Только практика позволяет усвоить то, что преподают на занятиях в общеобразовательных учреждениях. Это огромный труд каждого учителя, каждого классного руководителя. Огромный труд вообще всей школы, где видна полностью вся работа. То есть что в рамках этого месячника делал каждый класс. Из-за форс-мажора в виде карантина в начале года традиционный турнир стартовал с некоторым опозданием. Вместо середины января – в начале февраля. И завершился в День защитника Отечества 23 числа. В течение этого времени школьники республиканской столицы посещали музеи, встречались с ветеранами Великой Отечественной войны и Афганистана. В школах прошли классные часы и уроки мужества. Воспоминания о Сталинградской битве – первая остановка месячника. В ходе занятия ребята узнавали немало нового о том, что происходило на полях сражений. В этот день экскурс в историю для старшеклассников школ Черкеска провели представители ветеранских организаций республики. Самая главная тема заключается в том, что название города – Сталинград. От одного названия у Адольфа Гитлера зубы скрипели. Он ни один зуб, наверное, до корней стёр. Только с одним желанием, чтобы не слышать название этого города. Впрочем, красноречивее всяких слов говорят эти старые фотоснимки. Город был подвергнут массированной бомбардировке. Противник продвигался к нефтеносным районам Кавказа. И Сталинград должен был потерять своё значение как центр военной промышленности. «На Мамаевом кургане тишина, за Мамаевым курганом тишина, в том кургане похоронена война». Через день в Тире-де-Сааф состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Кроме того, прошли состязания на лучшие баннеры, геральдические рисунки, экскурсионные мероприятия и так далее. А в День защитника Отечества жители Черкеска стали очевидцами военно-спортивной игры «Воин запаса». Всего же в рамках месячника было организовано более 20 мероприятий, многие из которых прошли на очень качественном уровне. Итоги 20-дневных состязаний подвели в Центре военно-патриотического воспитания молодёжи. «Что было ценного в этом году? Ну, это более организованно прошёл конкурс среди наших отрядов юных друзей-пограничников. Знаете, одно время мы явно испытывали формальный подход к этому вопросу, а сейчас каждая команда старается побывать на своей заставе хотя бы два раза в год». Жюри мероприятия оценивало не только качество и полноту предоставленных материалов, но и оригинальность работ. Как итог, в некоторых номинациях было сразу по несколько призёров и даже победителей. «В прошлом году стали победителями. В этом тоже. Что необходимо для того, чтобы всё-таки выиграть этот конкурс?» «Конечно, это творческая группа учителей, детей, всего коллектива, которые стремятся к тому, чтобы в школе дети свою школу любили, город, республику, в котором мы живём. Всегда детей учим доброте, милосердию, чтобы окружающие взрослые люди всех они уважали, ценили. И имя 18-й школы всегда несли на высоте». И всё же главным итогом месячника можно признать углубленные знания школьников об истории Родины. В настоящее время патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяется немало времени и внимания. И очень приятно, что теперь эти знания даются не с помощью зубрёжки, а путём участия ребят в таких вот мероприятиях оборона массовой и спортивной направленности. Артур Махцы, Андрей Дорошенко. Итоги недели.